Добрый день, дорогие слушатели! В эфире «Бизнес-генератор». Меня зовут Сергей Николаев. В период кризисов и, конечно же, пандемии, которые сейчас развиваются, коронавирусом, актуальный вопрос, а как оплачивать кредиты, ну и, конечно же, брать кредитные каникулы. И на этот вопрос нам поможет ответить наша ГУСЕМ Галина Клименко – региональный руководитель компании «Бизнес-юрист». Галина, здравствуйте. Здравствуйте. Правда ли то, что я в полной мере могу взять, грубо говоря, забить на все кредиты и сказать, что я банкротчусь и могу обанкротиться, и абсолютно все кредиты, все долги с меня спишут? Да. Федеральный закон вступил в силу в 2015 году, и каждый гражданин может признать себя финансово несостоятельным. А внезапно свалившаяся на нас всех пандемия только усугубила проблемы тех клиентов, которые имеют кредиты либо имеют просрочки по кредитам. К сожалению, для многих существующая жизнь без кредитов вообще невозможна. А в связи с ситуацией экономической, нехорошей ситуацией, которую мы наблюдаем на сегодняшний день. И это уже не секрет. Те, кто вовремя оплачивал кредиты, больше делать этого не смогут. Здесь встает вопрос, что же делать? Брать новые кредиты и гасить старые? Не платить кредиты вообще? Или отказывать себе в чем-то даже очень значимом, но тем не менее оплачивать их? Или все-таки пытаться решить вопрос путем списания всех своих долгов? Я, конечно, больше склоняюсь к последнему, потому что этот способ законен. И этот способ единственный, который гарантирует полное списание долгов. Хорошо. Галин, как вот с вами налаживает заказчик, там, не знаю, клиент, как вы называете, работу с вами, с вашей компанией, бизнес-юрист? С чего начинается? То есть я вот вам позвонил, говорю, так и так, вот у меня есть проблемы. С чего начинается? Ну и чем, соответственно, заканчивается? Ну, смотрите, мы федеральная компания, работаем по всей России. И это очень удобно для клиента, да? Вот, например, вы прописаны в Иркутске, а проживаете в Новосибирске. Вы можете заключить договор с нами здесь, да? А наши коллеги, они будут вести работу в Иркутском филиале. И сделают все точно, грамотно и в срок. Прежде чем заключить с нами договор, мы в любом случае ознакомимся. Потому что каждый случай, он очень индивидуальный. И в любом случае, что даже мы отказываем клиентам по каким-то причинам, что им невыгодно проходить процедуру банкротства. Все зависит от эвакции, все зависит от конкретной ситуации. Какими, я не знаю, характеристиками вводными вы руководствуетесь, когда вот приходит к вам человек, то есть что должен иметь человек, чтобы прийти к вам и уже, говорит, и рассчитывать, конечно же, на банкротство. Я еще раз говорю, все очень индивидуально. Это объем долгов, это перечень кредитов, это материальное положение клиента, это семейное положение клиента. На основании анализа нами озвучиваются все риски. Только после этого мы заключаем договор с клиентом, в договоре подписаны гарантии, где мы четко пишем, что если не списываем с вас долги, то вернем вам, оплатим ваши кредиты в течение пяти дней. Это, кстати, немаловажный такой момент, да. Да, это очень важно, и это дает, опять же, гарантию для клиента. Понимаете, насколько в таких случаях цена ошибки высока? Поэтому юристы, прежде чем заключить договор, все изучат внимательно. Так, хорошо, Галина, а вот если, предположим, у меня имеются кредиты, как раз-таки в период пандемии, коронавируса, я не могу работать, потому что работодатель меня отправил без содержания, ну и, естественно, я не могу оплачивать свои кредиты. Если я решу, что стоит все-таки просто забыть, ну и до лучших времен-то посидеть, ничего не оплачивать, что меня ожидает по итогу? Самая главная ошибка тех, кто имеет проблемы с кредитами и кредиторами, это ничего не делать. Когда в результате все заканчивается неожиданной блокировкой счетов, списанием денежных средств со счетов, посещением приставов вашего места проживания или места регистрации, запомните, проблему с кредиторами, ее нужно упреждать. Не ждать звонков, назойливых сотрудников банка или коллекторов, а принимать какие-то действия. Нельзя игнорировать получение почтовой корреспонденции от кредиторов или приставов. Вовремя предпринятые меры, если не избавят вас от долгов, то как минимум сократят ваши потери, как денежные, так и имущественные. А возможно ли вообще, допустим, я обладаю какой-то информацией, где найти закон о процедуре банкротства, могу ли я самостоятельно взять и пройти эту процедуру? И что меня ожидают, какие там, возможно, трудности, может быть, наоборот, какие-то потери меня ожидают? Да, процедуру банкротства можно пройти самостоятельно, но можно столкнуться с рядом неблагоприятных и неожиданных последствий. Ну, представьте, когда клиент собрал заявление в суть подано и принято к рассмотрению, а в процессе рассмотрения дела выясняется, что должник не указал часть принадлежащего ему имущества. Возможно, забыл, возможно, умышленно. Но этого достаточно, чтобы суд расценил такое поведение должника, как недобросовестно, в связи с чем откажется писание долга. То есть вы, когда непосредственно с должником ведете беседу, то вам необходимо все честно, все излагать, какой недвижимостью, какие доходы вы имеете. Все это хорошо, все здорово. И многие компании, конечно же, хвалятся своим положительным опытом, я в том числе как ведущий. Но были ли у вас какие-то отрицательные, ну, неудачные какие-то дела отрицательные, где вы, к сожалению, не смогли помочь тем или иным заказчикам? Конечно, не без этого. И причинами такой практики, по большому счету, является человеческий фактор. Так, что это? Не всегда клиент бывает предельно честным со своим юристом. Так, на моей практике было такое, что гражданин, в отношении которого была уже введена процедура реализации имущества, скрыл отсюда информацию о том, что имел неофициальный доход. Причем этот доход превышал мрот. Соответственно, суд сочел это как недобросовестность и отказал ему в списании долга. Угу. Ну, интересно, интересно. Как они проверяют? То есть я понимаю, что официальный доход проверить, в принципе, просто и легко, а как вот неофициально, да? Допустим, я там грузчиком где-то подрабатываю у дяди. Как вот они вот эти моменты все проверяют? Из ответа службы занятости финансовый уполномочий узнал о том, что с учета по безработице гражданин был снят по собственному желанию, да, по собственному заявлению. И место трудоустройства он указал то, где сейчас работает. Вот. Угу. Так. Это говорит о том, что необходимо, необходимо в обязательном порядке проговаривать все свои действия своему юристу. Ничего страшного бы не произошло, если бы он часть денежных средств, да, получаемых, как заработную плату, отдавал в конкурсную массу. И он должен был это сделать. Тогда бы его действия не сочли, как недобросовестные. Всё, понятно, Галина. А по итогу человек, который вот обанкротился, что он получает? Возможно, какие-то ограничения, я не знаю, какие-то прибыли? Ну, на самом деле есть минусы при прохождении процедуры банкротства. Это, значит, у нас первое, в течение трёх лет нельзя занимать должность директора, открывать ООО. Да. В течение пяти лет при обращении в банк я обязана проговаривать, что я объявляла себя банкротом, и в течение пяти лет я не могу объявить себя банкротом ещё раз. Ну, а из-за этого он получает полное списание от долга. Это, наверное, лучшее, что может быть в ситуации гражданина. Ну, без выплаты каких-то налогов или с выплатой? Никаких налогов не оплачиваю. То есть, просто всё... А долги по налогам, если они имелись до процедуры банкротства, они точно так же списываются. Списываются абсолютно все долги. Так, надо подкопить к тридцати пяти и к вам обратиться. Когда там дом соберусь строить и так далее. А индивидуальные предприниматели тоже не имеют права, то есть регистрироваться, да, и только, грубо говоря... Открывать ИП можно после прохождения процедуры. То есть, всё хорошо. И всё-таки об актуальном, Галина, хотелось бы поинтересоваться. В данный момент, да, те, кто в данный момент не в состоянии оплачивать, к сожалению, кредиты свои, ну, рассчитывают, конечно, их никто не уволил, в будущем оплачивать эти самые кредиты. Могут ли они получить кредитные каникулы, ну, и как это грамотно сделать, чтобы сто процентов получить кредитные каникулы? Заемщики могут воспользоваться кредитными каникулами при одновременном выполнении нескольких условий. Это, если ваш доход снизился на 30%, вы должны подтвердить это справкой 2НДФЛ, ну, либо... То есть, бухгалтерия то, что берётся, да? Да, да. Второе. Сумма кредита не превышает минимальный размер, определённый правительством, а это 1,5 млн. рублей для ипотеки, 600 тыс. рублей по автокредиту, 300 тыс. рублей по потребительскому кредиту для индивидуальных предпринимателей и 250 тыс. по потребительскому кредиту для физических лиц, а также 100 тыс. рублей по кредитной карте. Воспользоваться данной процедурой, данными каникулами, скажем так, может быть, может, так, воспользоваться данными каникулами может каждый, кто даже имел или имеет просрочки по кредитам. Да, это интересно. Это, в общем, кратко, на самом деле, очень подробно описано у меня на странице в соцсетях и на сайте очень много статей по новеллам российского законодательства. Можно почитать, там всё подробно. Более того, заявления по кредитным каникулам мы предоставляем для обратившихся клиентов абсолютно бесплатно. Вот это вот огромный плюс по ипотекам. Самое главное тоже, потому что большинство молодых семей, которые не имеют ещё хороших заработок на официальном трудоустройстве, они, к сожалению, сейчас страдают, да, сидят дома и не могут оплатить свои ипотеки и беспокоятся об этом. Но я знаю ответ, что нужно сделать. Так вот, конечно же, обратиться к Галинину и спросить, дайте мне, пожалуйста, абсолютно бесплатно тот самый документ, заявление на кредитные каникулы, которые я пришлю в банк. Галина, спасибо большое. Пару слов для наших слушателей. Не относитесь к своим проблемам равнодушно, не позволяйте их поглощать вас целиком. Признавать себя банкротом не стыдно. Будьте выше своих проблем. Если в ходе попыток решить проблему у вас возникают какие-то вопросы, не стесняйтесь, обращайтесь к специалистам, обращайтесь ко мне, к нам. Будем рады всегда ответить каждому. Будьте здоровы и берегите себя. Спасибо большое, Галина. Напомню, что у нас сегодня в гостях региональный руководитель компании «Бизнес-юрист» Галина Клименко. Поэтому, ребята, обращайтесь к ней в Инстаграм, пишите, звоните. Она проконсультирует абсолютно всех, кто в России находится. Я думаю, за рубежом тоже возможно это наладить. Спасибо большое. С вами был я, Сергей Николаев, и, конечно же, программа «Бизнес-генератор». Всем пока. «Бизнес-генератор» на радио «Комсомольская правда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова